Ой, ё-моё, жесть, Вилл, прикил я, прикил, прикинь, я снимаю тебя со студийного микрофона, бал, снимаю для тебя со студийного микрофона, я офигею. Приветствую вас на канале Вилл Студио, с вами Стар Ньюз, а у микрофона Николай, признаюсь, честно, долго думал над этим выпуском, ведь новостей на этот раз вышло ещё больше, да ещё каких! Тут тебе и будущий фильм про Мандалорца и продолжающаяся суета Джины Карана с Дисней, но всё обсудим по порядку. В этом выпуске я бы хотел с вами поговорить о многострадальном сериале про Старика Бена. Всё-таки идут жаркие обсуждения возможного второго сезона, но прежде чем мы начнём, убедитесь, что вы подписаны на канал. В 2022 году вышел первый сезон сериала про самого знаменитого персонажа «Звёздных войн». Готовились к нему долго. Сначала он должен был быть фильмом, потом он стал сериалом, затем снова фильмом, но уже рассчитывающим на целую трилогию. А по итогу превратился в мини-сериал. Вот уж действительно, начали за здравие, а кончили за упокой. Проблемы у сериала возникли из-за других ЗВ-шных проектов, которые либо не интересовали зрителя, либо становились провальными в кассовом плане. Серьёзное влияние на будущий проект Бена оказал сольник про Хана Соло, который был холодно встречен с зрителями, а также недособрал грязных зелёных бумажек. Естественно, студия заявила, что никто и не планировал делать фильм про Оби-Вана, и вообще у них там всё хорошо. Никто в срочном порядке судорожно не переписывает сценарий и не забрасывает актёров деньгами за молчание. Как говорится, без паники, всё идёт по плану. Но в последнем интервью Юэн Макрегор подтвердил, что все эти слухи про переделку его проекта были верны. По крайней мере, про то, что Оби-Ван изначально планировался как фильм. И это действительно было видно. Сериал до ужаса был затянут. Множество зрителей говорили, что просто скипали половину серий. Камео большинство героев не спасало. Да и по факту, эти камео были лишь ради камео. Но и раздражающий ребёнок бонусом. Ожидаемый многими сериал по факту был пустышкой. Без внятного сюжета и интересных персонажей. Причём забавно, что запихнув туда абсолютно ненужных персонажей, забыли втиснуть важного для истории Бена героя. Командора Коуди. Только представьте. Друг Клон и его бывший ученик совместно переворачивают галактику, дабы найти нашего героя. Но что было, то было. Чё бухтеть? Сейчас Макрегор зачастил давать интервью совместно со своим корешем Кристенсеном. Вспомнить хотя бы их недавнюю встречу на Мегакон в Орландо. Чувствуется химия между этими гигачадами, что видит и Дисней мониторя мокренькие сиденья фанатов от вида этих ребят. Это всё даёт возможность Оби-Вану на второй шанс. Да и сам Юэн желает вернуться к своей роли. Мол, мужики, вы дали вторую попытку Андеру. Я тоже хочу! И, скорее всего, студийные боссы дадут проекту второй шанс. Будет ли второй сезон лучше? Ну, лично я не думаю. Из стопроцентно успешных проектов по ЗВ у Дисней считается Мандалорец. И в каждом следующем проекте они пытаются повторить этот успех, копируя формулу «Опекун и дитя» из проекта в проект. Помогло ли это Оби-Вану? Помогло ли это бракованным? Вопрос риторический. Будет ли Дисней рисковать, подбирая иной подход? Вряд ли. Всё-таки уж слишком много провалов у них в последнее время. Хотя шансы у Оби-Вана до сих пор есть. Можно-таки вернуться к книге и взять что-то оттуда, к примеру. К примеру, режиссёр Дебора Чоу считает, что у сериала может быть снято продолжение. По словам Чоу, у команды проекта уже есть немало идей о потенциальном продолжении шоу. В любом случае, поживём, увидим. А на этом всё. У микрофона был Николай. Монтаж для ваших прекрасных глаз подготовил Токсик. Вещали для канала Вилл Студио. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и читайте новости вместе с нами. Да пребудет с вами сила. И помните, только ситхи всё возводят в абсолют. Что видит и Дисней. Монитория, мокренькие сиденья фанатов от вида этих ребят. Ё-моё, Вилл, ты чё тут пишешь? Это ты писала? Ё-моё, господи. Вещали для канала Вилл Студио. Да ё-моё. Давай ещё раз. Так хочется выделить этого прекрасного амтажёра, как-нибудь сейчас выделим. Закрывай шарманку.